Дворец единоборств планируется построить здесь, в самой неблагоустроенной части парка Молодежный, который больше напоминает глухую лесную чащу. Гулять здесь попросту опасно, на голову того и гляди, свалится какая-нибудь ветка. Да и за те полчаса, которые мы здесь снимали, мы не встретили ни одного отдыхающего, ну по крайней мере приличной наружности. Остатки от вчерашнего пира – бутылки, шприцы. В эту часть парка Молодежный лучше не ходить. Высок риск встретить неприятности, особенно ночью. Для посетителей сауны, что неподалеку, парк что-то вроде автопати на свежем воздухе. Скоро для увеселений придется искать другие места. На пересечении Ставропольской Нового вокзальной вырастет Дворец единоборств. Посетители парка восприняли эту идею с энтузиазмом. Очень даже положительно, чтобы дети занимались спортом, не только дети, но и взрослые. Все-таки спортивный комплекс будет развиваться одновременно. Очень положительно. А зелень они восстановят, потом посадки сделают. Если бесплатно, то почему бы и нет? Можно. Можно было прийти и где-то позаниматься бесплатно, а то за деньги бы слишком дорого куда-то. Планируется, что Дворец единоборств займет территорию в 4 гектара. Он будет представлять из себя многоэтажные здания с тренировочными залами, гостиницей и подземным паркетом. Проект спортивного комплекса представили на общественное обсуждение. Публичные слушания прошли в ДК Литвиново. Там футбольное поле планируется, игровые залы, то есть свободный доступ. Планируется спорткомплекс на вместимость 3700 человек. Это позволяет нам говорить о международном уровне развития нашего спорта в городе Самал. В зале собрались как сторонники, так и противники строительства спорткомплекса. Там было зарегистрировано более тысячи человек. Большинство, 750 самарцев, проголосовали за возведение дворца. Вопрос строительства спортивного комплекса рассматривается уже давно. Городские областные власти решили, Дворец единоборств лучше разместить в географическом центре областной столицы. Сюда легко можно добраться из других районов города. Участников публичных слушаний волновала судьба стадиона «Орбита». По словам представителей Минстроя, там тоже появится ФОК. Более того, с Дворцом единоборств его планируют соединить надземным переходом. Мария Ваткина, Иван Карпов, Артем Сулайманов. События.